всем привет добро пожаловать на эфир сегодня мы с вами проведем необычный необычный эксперимент у нас для этого есть смотрите чистая вода здесь земля этого нам понадобится грязная земля и еще много-много воды для чего мы сейчас с вами узнаем всем привет мы ждем пока все подключаются пока все присоединяется всем привет с вами хана зельцер и мы с вами встретились сегодня опять на балконе города ждут видите машины многие ездят много людей гуляют днем вообще здесь очень много с колясками с детьми и пока все подключаются я еще раз повторюсь мы с вами сегодня проведем просто нереальный эксперимент поэтому не отключайтесь будьте с нами для этого у меня мой ассистент муж помогает мне снимать эфир для вас и пока все и все подключаются я одену перчатку нам для этого понадобится перчатка чтобы все было гигиенично чисто всем привет итак мы начнем наш эксперимент когда мы с вами рождаемся мы чистая чистая вода в сосуде в нашем теле мы очень очень чистые да у нас очень много святости говорят очень много святости мы чистые мы еще ничем не испорчены в нас нет злобы у нас нет ненависти нас нет этого гнева злости зависти да но сожалению так продолжается недолго со временем появляются появляются в нас и чья-то критика не делай так ты сделал неправильно и это добавляет в нас грязь позже со временем у нас появляется конкуренция я хочу как у него зависть у меня не так а я хочу чтобы было так гнев почему у меня не так как мне это сделать он сделал это несправедливо он меня такого классного обидел это все в нас появляется у нас появляется лень это тоже плохое качество но нас спачкает да лень это тут что то что останавливает наши движения останавливает нашу энергию до ленина как блокирует страхи появляются страхи появляется кто-то говорит ты такая жирная ты такая толстая ты такая некрасивая как ты так можешь тебя никто замуж не возьмет ты не умеешь готовить ты так делали ты это делаешь неправильно ты неправильно воспитываешь ребенка ты 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 лучше так сделала в общем появляется критика от конечно же специалистов как же иначе и это все посмотрите мы были с вами чистыми детьми людьми посмотрите как нас запачкала эти посторонние взгляды это критика посмотрите и к сожалению она на нас влияет мы хотим этого или нет она нас влияет конечно же так скажите есть от этого в болото выход если она уже есть в нас как мы можем убрать от себя какой-то гнев на человека который нас обидел да как мы можем убрать от себя зависть что конечно мы хотим такую же машину как у него как не и как нет конечно хотим а как мы можем убрать лень если не хочу если я устала если я не вижу смысла то мне тетя валя сказала что не надо что не получится да ну не получится но сказали это все в нас сидит она сидит хотим мы этого или нет даже более того наверняка вы замечали что есть у вас новые идеи есть у вас желание становиться лучше у вас есть желание но опять же появляются какие-то блоки появляется страх лень рутина это будничная да и вот эта грязь она она есть в нас так что мы можем сделать да мы можем пойти взять какой-то тренинг и курс который он чистый он классный он дает новую жизнь новое дыхание и мы можем его в нас добавить но вы видите эффекта не сильно заметен эффекта тогда мы можем сказать я займусь физическими упражнениями спорт энергия вы же знаете наверняка что физические упражнения они держат и тело и дух в форме они нам помогают оставаться ух такими всегда в строю конечно нам кажется что это обязано нас улучшать правда но как мы с вами видим она не убирает эту грязь это болото из нас да тогда мы можем сказать что у нас что мы можем посмотреть какой-то эфирного икра 5 эфировного икра да что это нам поможет теперь и мы это вливаем в себя до вливаем и вы видите но это не очень сильно помогает вода остается мутной потом у нас появляется понимание того что нужно меняться и это хорошее то то что в нас добавляется это действительно хорошее но вы видите этого недостаточно знаете что может помочь но вы видите грязь она есть но и и становится по сравнению со всем объемом хорошего все меньше и меньше да так что мы с вами можем да сделать это постоянно постоянно работать над собой постоянно постоянно улучшать себя постоянно держать себя в руке постоянно думать ради чего и куда вы стремитесь вот сейчас подумайте вот пока мы как на карантине как мы можем сделать себя лучше как мы можем с помощью спортивных тренировок взять себя лучше да как мы можем сделать жизнь ближних до лучше это и вот нужно себе в голове понять что чтобы убрать вот эту всю вот грязь нужно во первых полюбить себя потому что когда человек себя любит то он не может сказать что ну ладно зачем мне это надо потому что он себе должен говорить нет я достойна этого лучшего но ради этого лучшего нужно что-то сделать так вот постоянная работа над собой когда ее много Когда мы вливаем, 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 в того чтобы меняться над собой но это только толчок который вы должны поддерживать да то будете ли вы улучшаться и меняться зависит только от вас это просто в ваших руках это постоянное постоянное улучшение себя только она нам поможет выбить из нас все то плохое что нас засела выбить из нас все те грязные разговоры да все грехи все что в нас есть только постоянное улучшение себя вы видите вода становится менее мутная вода становится все чище и конечно я бы все вылила но она все выльется нам на стол конечно постоянное улучшение себя тоже возможно благодаря всевышнему потому что всевышний это тот кто нам дал себя это тот кто нам дал нашу жизнь и поэтому благодаря нему мы и можем улучшаться благодаря торе благодаря постижению себя Тора это не только рассказ, который был тысячи и тысячи лет назад, это мы с вами, мы каждую неделю читаем новую главу, мы каждую неделю учимся, мы каждый день учимся, мы каждый день узнаем что-то новое, и этим мне очень нравится иудаизм, что это религия действия. Ты хочешь сделать приятное Всевышнему? Зажги свечи, ты хочешь сделать приятное Всевышнему? Одень кипу, походи в кипе, ты хочешь доказать Всевышнему, достать искру святости из яблока, скажи на него благословение, утром просыпаешься, освети себя, омой руки, скажи спасибо Всевышнему. То есть, вот это то, что от нас требуется, да, еще он такой грязноватый, но если мы постоянно будем добавлять, добавлять воды, то грязи будет все меньше и все меньше, а не бойся, она и совсем исчезнет. Это все в наших руках, мы можем оставаться грязными, да, не улучшаться, мы можем добавлять по стаканчику или постоянно обновлять, обновлять эту воду, все в наших руках. Вот, и как со мной поделился идеей мой муж, если маленькая капелька капает на камень, да, она так постоянно, 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 по чуть-чуть, по чуть-чуть, и она его может заточить, да, или же, если много-много маленьких капелек падает в какую-то емкость, она может набрать всю емкость, только так виден результат. По капельке, по капельке, по чуть-чуть, по чуть-чуть, только так видим результат. Но, друзья, нужно что-то делать, нужно, нужно, нужно. Вот, спасибо всем большое за наш эфир, я очень-очень рада быть здесь на ВАИКРА, быть с вами, вот, и надеюсь, что наша сегодняшняя встреча кому-то поможет, кому-то это будет толчок, кому-то еще капля для улучшения себя. Для меня это точно еще капля для улучшения себя. Спасибо всем большое.